мужики всем здорова короче снял капот хочу наклеить внутрь из шумка дали герлен как в этом называют такую толстую взял решетку снял хочу избавиться от этого бубанящего бубанящего звука металл тоненький вообще от вибраций его слышно капец этот кусочек я не знаю сколько он там мерил 300 рублей стоит уже готовый его как раз сюда хватает на боковины сюда короче под капотом все проклеить хватает надеюсь поправится звук точнее уйдет бубанение так но здесь боковину вклеил и уже даже заметно звуку да только боковины здесь не считаю сейчас кусок сюда этот раскатаю туда так мужики кусочек маленький остался такой обрезки там не знаю размер короче были еще обрезки сюда вот вклеил из нескольких кусков там добавил все звон ушел глухой звук сейчас если поставлю блин капец разница будет единственное тут у меня решетка сетка от фильтра и крупная решетка с той стороны сейчас стяжками их притяну где-нибудь здесь и здесь прям через решетку стяну их чтоб они вроде плотно прилегали чтоб еще вот эту вибрацию убрать и будет достаточно я думаю сейчас проверю это конечно надо было сравнить опять же у меня замерить этого прибора нету старый валик этот такой прикатывал можно сказать разглаживал тут вот эти морщины в общем как-то так он туда залазит нормально хуже точно не будет еще и рисунок такой тут какой-то двигатель какие-то шестеренки как-то так он мужики поставил заводил конечно сейчас не буду заводить но уже звука нету тебя же вот это еще на откручу этот колокол на тоже зашумить там кусочек остался конечно не на весь получится а вот на большую короче площадь даже будет больше чем 50 процентов задействовано и наверное тоже вот это уберу так то металл здесь хороший везде а вот здесь тоненький короче зашумлю и все мужики короче кусок оставался ну тут видно где трубы идут вот так осталось тут может когда-то буду еще что-то шуметь добавлю сюда бы вся была закрыта сейчас посмотрим будет ли бубанить просто такой противовес так сказать вот этому колокольчику так все поставил на место все теперь стало совсем потише отлично как то так даже можно завести правда там болты лежат под сидением и штыри на навеску сейчас можно достать все тишина короче надо стать болты время на металле совсем другое дело совсем другое дело вообще небо и земля но и надо было конечно заснять все это дело без вот этой вибро да я буду называть вибро вибрационная изоляция потому что очень хорошо убирает это звон как-то так мужики я тоже немножко полом позанимался немножко ему и метрю тут изменил это из газового баллона лист он был слишком завернутый выгнал чуть так положи сделал не знаю может быть еще говорю может так оставлю на короче попробовать вот тут вырезал было ровно и так вот было ровно да оттуда до сюда так сделал такое такой вот вырез не знаю возможно не будет работать как якорь что-то подрежет останется что-то перевернется тяжеловато конечно трактор на одном мосту тем более он работал как якорь здесь заворота и он полностью не переворачиваемся было там зашлифована вот так вот а что если сверху нифига и там постоянно залипала может сейчас будет работать сделал новый как называется лимит да у меня был сделанный вообще из куска металла его он так сорвала просто заточены и все вот такие штуки мне были знаю откуда она вот такая форма точно так же и здесь вот из нее вырезать из какой-то сельхоз сельхоз мельхоз с этой стороны напайка вот это блестит вот она и тут видно вот она как на культиваторных лапах что-то типа вот этого снизу блестит так и здесь еле просверлил мужики это капец сталюка неимоверная ну кое-как сверла я не знаю сколько раз точил но тем не менее получилось но был 3 такие мебельные с по точкам в общем буду пробовать им на 7 сильном а потом если вдруг что-то пойдет мне не понравится семнашечка стоит в углу и ее в луплю также одним плугом спошу полного привода нету так бы конечно и три корпуса потягать бы можно было ну пока так все тут заточил вроде бы там углы гайки не мешают вот не знаю если все будет замечательно также сделаю и на остальных на дух нет как-то так мужики еще раз всем привет короче попробовал я плуг ну этот мотор но не не тянет он на 1 и капец скорости нету ползет как черепаха но не то по льту хоть он и не убран огород но так по над краем прошелся и вот здесь вот два раза выворачивают глыбы все замечательно но не то скорость ее нету прошлом году я на 17 кобылах на нем пробовал на 1 на 2 на 3 даже на 4 пробовал на 4 тяжковато было в прошлом году в этом вроде как земля помягче что даже 7 сильный тянет ну хотя бы вторая третья чтобы было это уже замечательно будет как-то так плуг залип ну потому что нету скорости нету нету просто просто тянет как-то так но там уберется буряк морковка потом уже лупану все это заодно в принципе с плугом все хорошо нот семерочки но маловато маловато плюс один мост такие дела выставил я вообще на всю глубину даже колесо опорно не достает вперед как черт но медленно вот как-то так вот крашу навеску в черный цвет а почему перекрашиваю кто догадается конечно же не хочу видеть сочетание желтого и синего на сегодняшний говорится момент хоть это были остатки краски с крана жалко банка пропадала до когда экран красил вот но покрасил навеску до всех этих еще событий но теперь этот цвет мне бесит в сочетании синим где-то в другом месте пускай но не с моим трахтарком поэтому сейчас рычаги и основная станина будет черная эти пускай будут красные тракторишка стоит из парников помидоры вырываем вывожу вот работает работает трудяга работяга чё по навеске короче много размешал краски почти половина пульвика была в итоге покрасил все что можно лучше и не хотел вот это красилась первым уже спокойно можно браться ставить краску разбавлял растворителя не было просто бензином разбавил да и все вот хорошая краска это краска я красил тракторок раму остатки это сухое это вот последним красим вот эти вот цепи на цепи еще чуть-чуть подлипают они самые самые последние вместе с вот этими короткими растяжками самое последнее это было вот пластина для мотоблока оставался там вообще вот так вот чуть чуть думал офигенно все сухо можно даже не собрать бы здесь замотал лицевую часть потому что рычаг одевается чтоб спокойно что тут прошло я не знаю часа два три как то так все сухо вообще капец вот такие вот дела краска сейчас покажу какая кстати у нас закупорить елки-палки мужики дождь покрасил крышку на положим красил тут как всегда извиняюсь конечно закрою потом чуть придавлю грунт и паль по ржавчине терем терем быстрое высыхание короче 8 часов полное высыхание фирма вот такая карбон тут было написано гост но это магазине не знаю что за гост но действительно сохнет очень быстро разбавлял бензом как-то так красил пульвиком понравилась мне вот эта фирма если кому-то попадется мужики не знаю рекомендую правда сейчас цена возможно и по побольше уже но очень-очень мне понравилось пару часов еще сухо как то так ну чё парники уже там вывез тут вывез там вывозим уже освобождаем там грядки и там грядки шифером поднятые здесь грядок нету здесь просто тротуар и забор когда менял точнее забор потом делал тротуар эта плитка осталась старенькая еще советская просто и выложил дорожками так по кругу чтоб когда поливали грязи грязь не месить здесь были тоже поднятые грядки убрал прошлом году убрал позапрошлому вот и это парник у меня как как склад получается сюда сейчас будут завозиться сейчас по крайней мере кабаки потом чуть дальше буряки трохторок сюда заскакивает аж со свистом здесь ой метр или метр десять ширина трохторок 80 может с копейками и сюда завожу вооружаю и она здесь и зимует носи сильные морозы накрываю то одеялами еще там чем хозяйство кормить пойдет чисто хозяйство кормить там место некуда их складировать если что-то сгниет туда по весне собирается и нафиг все вывозится также на тракторке никаких проблем вот как-то так то есть парник еще идет и под склад вот такие вот дела собакину можно в принципе крышу это уже разобрать уже пекла такого нет жарко на пекла нет чтобы она не этот не гнила это делал на случай ну на тот случай на жаркие летние дни хороший тенек дает вот как-то так эту бедолага вообще капец горчица горчица уже не знаю сантиметров 40 может даже и 50 да все так устать вот так вот по коленке тоже по коленку запросто 50 сантиметров и код такие вот дела ну вот морковки полный кузовок и не влезла еще чуть-чуть что-то пересортируется перри фасуется в общем как-то так выкопал сейчас поеду отвезу и соберу кабаки или тыквы кому как нравится останется один буряк кто не знает что такое буряк мужики то свекла или свекла есть сахарная есть винегретная вот есть кормовая у меня три в одном как-то так так но приехали приехали выгрузил по фасуем сейчас это все дело что-то пойдет на корм что-то пойдет на еду то есть переберем помощник помогает мужики никаких проблем все вот совсем чуть-чуть этих кабаков может кто-то называет их тыква кто-то называет еще пока по-разному я не знаю но их немножечко останется сейчас убрать ботву и в дальнейшем буряки или свет свекла или свекла кому как нравится у нас на кубани их называют вот буряками как-то так с первого раза могу конечно не попасть слишком круто из-за этой стойки поэтому со второго раза точно попаду как-то так вилла торчат но потом увожу все равно проверяем все проходит 90 прошло дальше ажку тракторок заскочил и куда-нибудь уголок даже можно залушить куда-нибудь уголок все сыплю все как всегда неудобно надо нажать нажать вот так поднять вот мужики дела ты высыпайся как то так так и Субтитры сделал DimaTorzok Все, мужики, остался один буряк. Матву также вывез. Вела со мной. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok